Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Вопрос слушателю церкви», программа, на которой мы ищем ответы на те вопросы, что вы присылаете нам. Как и всегда, помогает нам в этом гость нашей студии. Сегодня это служитель церкви Максим Веренчук. Спасибо за очередное согласие. Поучаствовать в поиске ответа. Рады вас приветствовать здесь. Спасибо. Скажите, пожалуйста, известен ли вам поговор, как к хорошему быстро привыкаешь? Да, конечно. На себе удалось испытать? Неоднократно. Как, например, это может выглядеть в жизни? Ну, как вот пересаживаешься из одного автомобиля в другой. Получше, новее. Более новым, да. И сразу так чувствуешь разницу ощутимо. То есть сразу привыкаешь. Да, да, привыкаешь. И вернуться назад уже не хочется. Ну, иногда ностальгия бывает, но у вас на постоянное уже нет. Получается так. И вот весь трагизм ситуации, что хорошее, оно быстро проходит. И вот эти воспоминания, бывает, мешают. Лучше и не иметь предмет для сравнения, чтобы быть удовлетворенным чем-то своим. С другой стороны, есть к чему стремиться. В предметах, может быть, это чуть проще. А вот в привязанности к людям, к хорошим людям, возникают сложные иногда ситуации. И именно этой проблеме посвящен наш сегодняшний вопрос. Итак, сам вопрос. Я репетитор, общаюсь с мальчиком 12 лет, уже примерно год. У него непростая семейная ситуация. Второй брак, общий ребенок. А этот... А, то есть есть второй брак, и там есть общий ребенок. А этот мальчик остался немного за бортом. В силу того, что мне нужно от него положительной динамики в учебе, я ищу к нему подходы, навожу мосты. Теперь ясно, что я чуть ли не единственный человек, который интересуется его жизнью. Прогресс есть, но меня пугает один момент. Наше с ним общение временное. Не будет ли хуже, когда я в силу обстоятельств перестану с ним заниматься? Как занять правильную позицию, чтобы и добиться нужных результатов, и не стать еще одним человеком, который его бросил? Видимо, имеется в виду, что первая семья у него не сложилась, его родные, кто-то один, видимо, из-за родителей. Так что же делать ли? В общем, получается так, стоит ли делать доброе тому, о ком мы знаем, что впредь он не получит больше этого доброго? Видно, что он хочет это получать. Я могу давать это доброе. Стоит ли это делать? Вот о чем беспокоен этот педагог. Да, но и возраст такой. 12 лет – это когда дети доверяют, многое понимают. И, похоже, если мальчик пережил такое состояние, что родители развелись, он вполне возможно, что… Возможно, да, и тяжело шел на контакт, потом доверился учителю своему. И прогресс, возможно, был в музыке, там, да, дальше репетитор помогал ему. И теперь уже сам репетитор боится, да. А как дальше? Он уже больше, чем педагог для него становится. Да, как дальше? Здесь принципиально важно, чтобы сам репетитор наводил мосты с родителями, но по возможности обговаривал вот этот момент, насколько его услышат родители, и, конечно, это тоже важно, потому что он же временно сейчас занимается, и, похоже, там нужно будет и расставаться с этим ребенком, либо его дальше направлять к следующему преподавателю. И, видимо, ребенок-то и не хотел бы расставаться. Ну да, вполне возможно. Но человек всегда может остаться другом. И, ну, заранее готовить, что вот занятия заканчиваются, но вот в случае чего можешь обращаться и, как бы, договариваться с родителями, что вот ребенок не доверяет, но я бы хотел, чтобы вот это доверие, оно было как бы через вас, то есть чтобы вы были в курсе. Ну, зачастую в семьях бывают разные ситуации, и не всегда возможно о чем-то договариваться. Не все проявляют даже интерес к ребенку, и есть ситуация, когда устраивает, в общем, что вот такая сложилась ситуация, и ребенку есть чем заняться, и это уже хорошо. Он не мешает своими претензиями на мою любовь, допустим, ожиданиями. Ожидания очень тяжело, если я не хочу ничего дать. Вот у вас было в жизни такое, что, ну, вот вы были, может быть, обижены на своих родителей, чувствовали чем-то себя обделенным, и знали, где восполнить нужду. Конечно. Дети, ситуации разные бывают, и дети, особенно вот в этом возрасте, они достаточно все воспринимают так ярко, и склонны обижаться. То есть они вот в это время, они в поиске чего-то стабильного, им хочется принадлежать какой-то группе. И частенько, вот как раз возраст 12, 13, 14 лет, многие вещи они очень больно воспринимают, особенно, ну, мы видим, что потеря одного из родителей, да, родители развелись, это откладывает очень глубокий отпечаток на ребенка. И если и учителя не будет, и друга не будет, и там, может быть, переезд какой-то, это все сказывается очень негативно. Он может просто сжаться, и ни с кем не общаться, не искать каких-то вот общих интересов. И даже может такое быть, что родители вот там и будут обращать внимание, но он будет их воспринимать негативно. Как в этом случае вот учителю нужно понимать, что вот ситуация может ухудшаться, и крайне важны беседы с, все-таки нужны беседы с мамой, с папой. То есть ситуация может ухудшаться, как ввиду продолжения развития отношений с ребенком, но также и прекращения, потому что совершенно не будет авторитета. Вот вы искали каких-то авторитетов в своей жизни, помимо своих родителей? Ну или вы не искали, а они есть просто? Было время, что к друзьям, вот как-то больше там спортом занимались, больше им время уделяешь. И мы попали как раз в такое время, когда вот 90-е годы, там 91-й, 93-й год, это вот время таких бурных перемен в стране, ну и мы были предоставлены определенные отрезы времени сами себе, потому что в поездках, родители в поездках были, мы оставались с бабушкой, и это определенный отпечаток возложил на всех, ну и на меня, на братьев, а потом случилось так, что мы оказались в стесненных обстоятельствах, жили совсем в другом месте, и мы были вынуждены вот все время проводить вместе, работать вместе. Конечно, вначале это было, ну тяжело удавалось, потому что мы как-то особо, может быть, не воспринимали друг друга, но за полтора года, уже так, такие наработки были, ну так мы уже сработались, что, ну просто мы не могли уже друг без друга. То есть вот тяжелая ситуация, кризис определенный, финансовый кризис, у нас мы не могли себе позволить уже, вот 1994-1995 год, многого мы себе не могли позволить, и мы вот пережили такое, ну, лишение, но эти лишения нас сблизили, поэтому эта ситуация у малыша, она у ребенка, да, подростка 12-летнего, они могут послужить при все-таки правильной постановке, могут послужить ко благу, да. Репетитор это заметил, он, я считаю, просто обязан переговорить с взрослыми, там, может бабушку привлечь, дедушку, ну, всех заинтересованных к этой ситуации, чтобы, потому что, проговаривая вот эту ситуацию, они готовы, может, не на 100% помогут, но они готовы помогать. Этим нужно заниматься, причем осознанно, и тогда и человек сам переживать не будет, что вот я бросил, да, вот я уехал, или вынужден был уехать. Ну, сегодня спокойно можно созваниваться, можно просить кого-то. Вот недавно мы, ну, ребята, там, молодежь собралась и вспомнили, что, ну, одного нету, студентки одной нету. И тогда все здесь решили, давайте, давайте мы организованно, там, смс-ки отправим или еще что-то, потому что мы же любим, мы все любим этого человека, уважаем, а он сейчас не с нами, и надо как-то поддерживать отношения. И одновременно 14 человек отправили смс-ки. Конечно, это очень сильно поддержало, потому что я через, уже на следующий день, через время, я услышал отклики, восторга, потому что связь еще есть. А человеку казалось, я в больнице, я болею, никто меня не помнит. Ну, и ребята договорились, чтобы не все сразу прийти, да, а в течение недели по очереди посещать больного. Это тоже родители, дети, ну, родители, бабушки, дедушки, когда они понимают это, что вот ребенку-то не хватает внимания, они могут вот в какой-то степени, да, по графику, да, или организованно участвовать в его жизни, брать его с собой. Вы когда-то сами оказывались в роли человека, мнению которого склонен доверять подросток, и вы чувствовали, что вы для него авторитетом вдруг становитесь чуть больше, чем его собственный родитель. Да, да. Было? И, да, и вот подобные переживания тоже появлялись, потому что... Как не навредить. Ну, у меня, да, у меня-то я ограничен в правах, а вот у родителей больше. И тогда, вот, были случаи, когда мы в присутствии ребенка говорили с родителями, а бывало, когда нужно было отдельно с родителями переговорить. В правах, имеете в виду, юридическая просто возможность. Просто тут получается так, ребенок сам дает моральное право человеку вмешаться в жизнь, он ждет этого. Он в этом нуждается, в руководстве, в этом период, в каком-то направлении. И получается, человек осознает, что ему дано право. Может быть, вы наоборот могли думать, что, может быть, Бог меня призывает теперь взять на поруки ребенка. Ну, вот, хорошо. А вот вы говорите. Но, опять же, перед Богом отвечают больше родители. Да? Они в первую очередь, да, перед Богом отвечают в первую очередь родители. А мы уже, как люди со стороны, у нас, у нас свои дети, мы больше о них как бы заботимся, мы за них ответим, да, перед Богом. А вот появляются такие случаи, что доверяет ребенок, тут нужно очень аккуратно, деликатно и направлять его, говорить хорошее о родителях. Мне нравится, вот, когда беседы с ними. Вот, просто упомянули беседы с родителями, и теперь беседа о родителях. Вот, просто хотелось подробнее остановиться с беседой родителям, в чем она именно состоит, то есть, о чем мы говорим с родителями ребенка, и о чем мы говорим с ребенком, когда говорим о родителях. Ну, я хотел бы, хотел бы перед этим прочитать пятую заповедь. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. И я всегда обращаю внимание ребят на то, что здесь указано, независимо, каким бы ни были родители, здесь указана его обязанность, что он призван почитать, уважать. Причем, это очень серьезно помогает, когда родители нехорошо поступают, или постоянно какие-то препятствия ставят ребятам, у них непонимание. Если ребенок настроен почитать родителей, и он почитает их независимо, хорошие они, плохие, и всегда я говорю, даже если они плохие, очень плохие, ты жизнь получил, ты живешь, ты, ну, как бы, у тебя есть разные возможности, но если ты примешь решение уважать папу и маму, то ты порочный круг в своей жизни разорвешь. Ты будешь уже хорошим родителем, и твоя задача быть сегодня хорошим сыном или хорошей дочерью, а завтра ты будешь хорошим родителем. Только в этом, вот, в таком случае может быть хорошее развитие в отношениях родителей и детей, связь поколений, потому что у нас всегда, вот у нас как у детей, у нас всегда будет возможность увидеть где-то неправильные поступки родителей, потому что они рядом, мы их знаем, мы их хорошо знаем, о соседях мы можем быть хорош, с самого лучшего мнения, но это наши соседи, и мы их плохо знаем. Такое бывает. ребенок может вот такие вещи не понять, если ему там 10-12 лет о своем будущем, вот ты, если будешь так-то относиться к своим родителям, а тогда можно поиграть. Мало меня не любит, да и все. Тогда можно поиграть. Вот как здесь отвязать его любовь от себя. Вот, значит, была у меня возможность выступить как-то в классе, там ребята были, ну, это особый такой военизированный класс, кадеты были, и, ну, там у них шестой, седьмой, и восьмой класс, и старше до одиннадцатого. И я им показывал преимущество вот того, что ты уважаешь своих родителей. И мальчик задал вопрос, вот я пригласил там соседку, там куда-то он приглашал, и, а вот отец не разрешил. Я говорю, хорошо, давай поиграем в такую игру, теперь ты отец, а я буду в роли как бы молодого человека, приглашаю, я приглашаю твою дочь. Ты знаешь, куда я приглашаю, ты знаешь, примерно, какая компания, куда я приглашаю твою дочь, ты отпустишь, и он так сразу, ну, я же не глупый человек, я говорю, молодец. он понимает, что это нехороший мир. Ты в роли отца, да, ты в роли отца, ты теперь молодец. И потом, когда мы переводим это уже, я спрашиваю, ну, так скажи, а отец этой девушки, которая не отпустила, девочки, которая не отпустила ее с тобой, теперь какой он? И он дал положительную оценку отцу, он сказал, так даже утвердительно, что вот это отец. Хотя настрой был, он задавал вопрос, настрой был очень такой негативный. У нас немного уже времени остается, вот вы упоминали о беседе с родителями, о чем таком нужно поговорить с родителями, чтобы, с одной стороны, помочь им, восстановить привязанность ребенка к ним, и убрать вот этот элемент конкуренции, чтобы у них не было этого страха. Вот о чем? Первое, нужно рассказать все положительное о ребенке и рассказать о том, что это такое сокровище. То есть, я как педагог цену высокую. Да, да, да. И сказать, что вы знаете, вот ваш ребенок не доверяет, вот, но я бы хотел, вот, чтобы это доверие было каким-то образом перенаправлено к вам, как к родителю. Потому что я им, ну, нужно сказать, я буду говорить с ним о уважении к маме, к папе. То есть, я стою на сторону родителей. Да, да, да. Я ваш друг, я ваш сотрудник, и таким образом и совесть мучить не будет. И страха не будет у родителей, что у нас воруют ребенка, если они за это переживают. Но в целом, можно сказать, что если педагог правильно понимает эти границы, он никогда уже ребенку не навредит. То есть, должны быть люди, и это нормально, что помимо родителей в жизни подростка есть какие-то еще авторитеты. Потому что родители же не могут покрыть весь спектр его интересов. А физически будет. Он может ходить и в секцию, и там тоже будут люди, которых он будет уважать. Спасибо большое за ваш ответ. И вам, друзья, спасибо за ваши вопросы. Программа «Вопрос» слушателю церкви была сегодня с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова